Утро добренькое, друзья. Мы с Миланой утром бегаем туда-сюда. Вышли в школу, прошли, наверное, третью часть. Милана вспомнила, что спортивную одежду забыла, а сегодня у неё спорт. Бежим обратно. Осталось 10 минут до начала занятий. Нет, 15. До того времени, как надо быть в школе, 10. Итак, будем бегать туда-сюда. Сначала она вспомнила, что маску забыла, но у неё, слава богу, сумки были запасные, а потом оказалось ещё хуже. Вчера, главное, с вечера всё сложила, приготовила и не взяла. Всё, давай, Милочка, пока, удачи в школе. Сбегали, всё нормально, вроде успеваем. Видите, велики здесь паркуют. Давай, Милочка, бегом. Пока. Пока. Помните, да, было время, Милана сама ходила в школу, очень хотела, как большая, сама, одна. Ходила и пешком, потом на самокате. И вот буквально, наверное, неделю вторую вожу теперь её я. Сказала, всё, мам, я хочу теперь, чтобы ты со мной ходила, а то мне одной скучно. Уж не знаю, скучно, либо чего-то испугалась. Но никто не говорит, что страшно или ещё что-то. Я её пытала, допрашивала. Вроде говорит, что всё хорошо. Ну, ничего, хорошо. И мне есть, зачем выйти на улицу утром да прогуляться, повод. Сейчас по пути зайду в магазин заодно. Куплю, что у нас там закончилось. Сыр, огурчики какие-нибудь и так по мелочам. Чтобы сегодня готовить, ещё не знаю. Так, друзья, пришло время и наше окно помыть. Но тут всё сложно. Я хочу помыть ещё жалюзи. Нам улице дождь идёт, но это нам не помеха, потому что жалюзи мы закроем. И посмотрите, какие они ужасные с этой стороны. Причём, мне кажется, не в одной большей комнате они не такие. Может быть, на кухне ещё, но мы их почти не опускаем. Короче, мне предстоит работа. И сейчас стюли кинут постирать. Думала, будут хуже отстираться, потому что с внешней стороны как-то мыло гораздо хуже шло. Ну, посмотрите, да, на это. Как-то я даже не заметила, когда она успела таким стать. Это, наверное, знаете от того, что в комнате тепло, на улице холодно. Вот это вот, наверное, плесень же это, наверное, или что это? От сырости. Ну, удивительно, что только на этом окне. В остальных комнатах. Может быть, потому что мы здесь чаще всего опускаем. Я, короче, развела средство из Амвэя универсальное. Ну вот, всё хорошо сходит. А, блин, вода уже чернющая, конечно. Надо принести ещё какую-нибудь сухую дряпочку. Не знаю, как вот это вот между там промыть. Щёточкой, что ли, какой-то. Так. Придумала. Поменяла воду, всё равно она моментально становится тёмной. Щёточкой, в общем, вот это нормально замывается изнутри. Надеюсь, по ту сторону теперь там грязь не западает. Как думаете? А то потом весной придётся мыть и по ту сторону. Да, представляете, у нас десять окон дома. Десять вот таких жалюзи. Нет, мы их все, конечно, не опускаем. У нас самые ходовые вот эти. Эти мурки в комнате. И ещё в большой комнате. Но они почему-то не грязные. Тут, наверное, реально работает то, что у нас всё время окно открыто в этой спальне. И в то же время батарея включена. И всю ночь так. И, наверное, вот эти вот пары, то, что мы дышим. Плюс ещё воздух с улицы, да? Вот такой вот вызывает. Причём в прошлом году такого не было. Смотри, подтёки пошли с этой стороны, видите? Но это уже я не сейчас буду весной. Сейчас дождь идёт. Не стану. Эти я мыла с этой стороны. Видите, они даже почище. Дождь. Сейчас подоконничек. Перестал будет. Перестал, и Тимур сейчас намок на велике ехал, мне звонил, в театр поехал. Ну как перестал? Идёт мелкий. Не знаю, я не ехал вообще в блоге. Я у меня насквозь села. Все штаны, всё насквозь мокрое. Ты выезжал, не было? Был маленький, но потом больше, больше, больше. Сижу на свахине зимой. Саша купил какие-то новые семечки. Говорит, я нашёл идеальные семки. Это зараза такая. Я попробовала одну-другую, села с ним тоже и ласкаю. Кошмар. У нас до этого были очень солёные, прям кусало. Ну тоже по-своему прикольные, когда ешь, но потом губы болят после очень солёных. А эти такие я взял менее солёные, но не офигенские тоже. Артём пришёл со школы, рассказывает, что у них сегодня в школе, прям в школе внутри? В школе внутри, да. Повесили радужный флаг. Большой такой. ЛГБТ флаг. Ну и говорит, прошло, наверное, полчаса и кто-то его снял. Ну 20-30 минут прошло, я прохожу. Ну то есть, я там всё время шёл, видно всегда было, она прям на том месте, где все ходят. 20 минут где-то прошло и её уже нету. Я как бы всё понимаю. Можешь любить кого ты хочешь. Зачем вот это вот в массы так вот пропагандировать, выдвигать? Это уже даже не пропаганда, это навязывание. Навязывание, да. Зачем? Ради Бога, никто же тебе не мешает. Ну зачем вот это вот всё развешивается? На церквях и на мечетях они уже вешают. Не в школе, вот представьте, да. И потом полиция, можно было видеть, кто был за и кто был против, когда узнали, что ей нет этого флага. То есть, лицо у них сразу такое... Да? Да, 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 да. Блин, сняли флаг. То есть, сразу можно было... У вас в классе много кто за и кто против? Все против? Против. Все. Ну, идеально, блестит. Осталось только тюль повесить. Так, друзья, я в Эдаке. Надо было выйти на улицу, отправить посылку сходить. Ну и заодно решила сходить купить Валди себе чернику. Да, Валди я пока не дошла, зашла в Эдаку. Сегодня ананас стоит евро сорок девять, что тоже очень хорошо, согласитесь. Прошлых четыре мы уже съели. Сейчас возьму еще пару ведерок. Нет, она тут подклинивает. Одной рукой не смогу. Возьмем миланины. Мюсли любимые. Вот такие. И еще соль взяла морскую. Евро девятнадцать, что ли, стоит... Сколько здесь? Полкилограмма. И вроде мне здесь больше ничего и не надо. Это, хотя можно взять бананы сушеные. Если найду сейчас. И потом пойду в Ауди. Что-то я и не вижу. Вы видите, нет? Наверное, нет. А, вот есть. Евро пятьдесят девять. Сто пятьдесят грамм банановые чипсы. Это что-то другое. Или... Ладно, попробуем. Так, взяла голубику. Сегодня она стоит три девяносто девять. Посматриваю на клубнику. Клубника евро семьдесят пять стоит полкилограмма. Я, конечно, понимаю, что не сезон. И, скорее всего, она будет хрустеть, как ОГУЕС. Но, может, взять на пробу? Возьми. Вежливо. Саша такое обычно очень не одобряет. Говорит, что это химоза. Я, в принципе, согласна. Все невкусное. Но насчет невкусное... Иногда бывает вкусное, скажу я вам. Короче, возьму вот такую. Вроде ничего будет. Сахаром посыпем. Будет вкусно. А еще смотрите, что я нашла. По акции сейчас вот такие вот рыбные штучки. Мне только они аппетитно выглядят. Не знаю, брать, не брать. Вот такие вот. И есть вот такие еще куриные кусочки. Нанит. Эти вкусные. Мы как-то ели. Может, взять? Вот, думаю. 5,99, 800 грамм. В принципе, там ничего плохого нету. Просто куриное филе. Панировки. Которые можно сделать и дома. Ну, а тут готово и удобно уже. Наверное, я возьму пачечку. До семнадцатого числа. А рыбы пока не буду. Девочки, что я вам принесла? Вы будете клубничку? Ну-ка, ну-ка. Будете клубничку? Мы никогда не ели. Мы вроде с Тимуром узнали, что и можно. Ну, типа, вроде как они ее не особо любят. Что, будете выходить, нет? За укропом они сразу выходят с петрушкой. А тут что-то долго думают. Ну что, есть будем или будем кривляться? Видите, нюхают. Что-то им не нравится. Ну, конечно, она сейчас химозная. Может, и не стоит. Я, кстати, попробовала хрустить. Хрустить, конечно, хрустит. Но вкус какой-то имеется. Там клубника греческая написано. Ну, девки, давайте. Будешь пробовать, нет? Да. Ну, куда ты забрала? И как тебе? И Соня зубами ляцкой там идти боится. На. На, будешь? Ты даже пробовать не хочешь? Ну, я тебе здесь положу, ты подумай сама. Ну, карамелька вроде есть, да? Надеюсь, еще больше чесаться не станут. Просто хочется немножко разнообразить меню уже, да, девочек. Сначала полизала Соня. Ха-ха-ха. Так, карамельки вроде зашло. Интересные такие. В огороде, если у меня летом вырастет, я вам домашнюю дам. Но это не точно, что она вырастет. Видите, они отломали, уже погрызли тут максимально свой домик. Скоро тут будет один сплошной просто навес. Так, друзья, я сижу, делаю ногти. Посмотрите, какой... Вот на свету вам покажу, какой цвет базы получается. Очень хорошенький, да? Так запылила ногти, что она даже по кутикуле пилочкой прошла, снесила. Короче, база густая, каучуковая. Я уже отвыкла такой работать. Но мне нравится, она не растекается. База у меня уже застыла. И сейчас буду покрывать вот такими блестками. Я вам уже показывала, когда покупала, по-моему, да? И получится это примерно вот так. Ну вот, что-то такое у меня получилось. Так как-то даже непривычно, светленько мне нравится. Единственное, что вот эти вот красные штучки пока сливаются с розовым. Скоро мои пальцы замученные пройдут. И как-то я слишком толстоватенько эту базу наложила. Ну, потому что с непривычки, что она такая густая. И коротенькие сделала. Ну, в целом, я довольна. Так, наверное, вам лучше видно, да? Там лампа отсвечивала. Я, друзья, собираюсь сейчас попить чаёк. Прочитаю книжечку, ещё продолжу. Хотя вот застопорилась я на этой книжке и что-то читать не хочется мне её. Но я ей дам ещё шанс. Я почитаю. Я, в принципе, должна дочитать. Я не хочу её забрасывать. В общем, да. Что касается книжку «Женщина, у которой есть план», то я прочитала за два дня. Читается легко. Мне было очень интересно. А на этой я немного застряла. С Сашей посовещались. Решили в эту субботу провести прямой эфир. То есть это, получается, 12-го числа. 7 часов вечера по немецкому времени. Вы просили предупредить заранее, поэтому я вас предупреждаю. Ставьте в телефонах напоминание, чтобы не пропустить и не забыть. Обязательно с вами должны увидеться на прямом эфире. Напоминаю, что у нас будет правило 2П. В чате будут участвовать те, которые подписаны. Ну и лайк поставьте, да. Подожди, 2П. Ну да, поставил лайк и подписался. Всё правильно. Всё, друзья. Всем пока. Увидимся с вами обязательно завтра. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok